Супротек. Генеральный партнер народного автомобильного журнала. В 70-е годы прошлого века классы автомобилей активно формировались. До топливного кризиса было еще далеко, поэтому мировой автопром находился в стадии подъема. В это время почти все бренды активно экспериментировали с кузовами. Один из таких вариантов сегодня у меня на тесте. Это Toyota Celica. В 81-го года выпуска второе поколение модели. По внешнему виду сразу понятно, что машина не семейная. Профиль. Это полноразмерный четырехместный лифтбэк, но дверей у него только две. Крыша скошена корме, стойки широкие, задний свес укорочен. В общем, классика жанра. Но у него есть некоторые агрессивные черты. Длинный капот и сильно выступающий передний бампер. Он сделан из черной резины с накладками из металла, как и задний. На крыльях тонкие хромированные молнии. Фишка этой модели – сдвоенные прямоугольные фары с передня. Сзади оптика тоже обильно окантована металл. Под капотом четырехцилиндровый бензиновый двигатель. В техническом смысле ничего особенного. Рядный, восьмиклапанный, карбюраторный. Привод на задние колеса. Объем 2 литра. Мощность 105 лошадиных сил. Салон отделан с некоторым шиком. На дверях подсветки порогов. Кресло обито искусственной замшей. У нас экспортная версия для Европы и Америки. Поэтому руль левый. Панель высокая, под дерево. Все приборы видны хорошо, даже боковым зрением. В крыше люк. Сиденье вроде как анатомические, но посадка специфичная. Надо привыкать. Задние складываются, и мы получаем огромный багажник. Давайте посмотрим, какова она в деле. Удивительно, но управляемость у нее средняя. В поворотах немного валкая, зато коробка работает черно. Здесь стоит пятиступенчатая механика. Передняя подвеска Макферса. Задние рессоры на пружинах. Такое шасси дает мягкость хода. Работает эффективно, претензий нет. Тормоза спередисковые, сзади барабанные. К ним тоже нет вопросов. А вот разгон до сотни вялый за 10 секунд. Этой моделью японцы рассчитывали привлечь молодую аудиторию. И у них это получилось. ПА был довольно недорогой, несмотря на спортивную внешность, и при этом универсальный и практичный. Производство машин этого семейства продолжалось с 70-го по 2006-й год. было выпущено несколько миллионов экземпляров. Селика сделала свое дело. Она стала успешной сама по себе. И послужила основой для более совершенных и технологичных последующих моделей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова